всем привет дорогие друзья меня зовут дмитрий и мы с тобой сегодня продолжаем играть в сумму мы продолжаем играть переместишь в новое более прочное тело саймон и кэтрин спустятся на подъемнике в бездну где им надо найти затерянный ковчег и мы с тобой идем к затерянка все как то что и серии мы собирали костюмчик 7 бегали прыгали и так далее вот идем мы значит вниз да на этот получается а чё здесь куда я провалился я ребят провалился и чё это из-за резкого погружения давление на сжал и мы умерли до умерли первый раз то и говоря за игру а там просто не лесенки ничего не было ведь от не был подождите а потому что мы не туда а вот сюда вот по-любому да да мы я не туда пошел за жир один пять шесть один спуск а чё ещё здорово пассажир 1 спуск он уже узнали что происходит после смерти это вообще возможно если есть какая-то загробная жизнь как вы думаете мое место уже заняты настоящий я умер лет сто назад если для меня еще место и что насчет сэмона которого я убил на микроне как думаете кэт есть где-то рай с избыточными копиями одних и тех же людей и есть там кто-нибудь кто назовет меня самозванца чё кэт молчит но ведь повезло да что я очнулся в правильном теле считай судьбой в орленку сыграл не угадал бы гнил бы сейчас на омикроне ведь заранее не узнаешь да вы же не гарантировали что сайма начнется именно в том теле да да и как бы вы узнали он бы вполне мог считать себя правильным саймом боже ужасно это же полный бред вы бы и поверили да ну а как бы вы поняли что это не я не настоящий а не тот который всегда был ты по-моему с ума сходишь скажите что-нибудь мне и думать не хочется пожалуйста я не знаю что сказать я не хочу вас расстраивать хоть что-нибудь когда я была маленькой то часто поднималась по ступенькам до самого верха здания я до сих пор помню с какой силой надо было упираться рукой чтобы открыть тяжелую стальную дверь когда я впервые осмелилась туда зайти я вышла на крышу и смотрела как над тайбеем поднимается и оседает сон я встала на угловой уступ и там знаете был такой теплый ветер шевелил мне волосы солнце садилось на улице наползала тень от высоких зданий толпа внизу струилась как краска из-под кисти художника солодков торговцев воздух наполнялся запахами всей моей любимой еды я на какое-то время почувствовала небывалое единение со всем миром никогда еще и не испытывала такого сильного чувства внутреннего комфорта потом это чувство ослабло но я еще много раз поднималась на крышу я не религиозно но понимаю зачем людям религия осознание своего существования сильно вдохновляет пусть и не всегда и вы по-прежнему чувствуете тот восторг даже сейчас сейчас все иначе но мы еще живы а какой смысл продолжать все пропало все оставшиеся люди цифровые копии в компьютерах на дне океана мы никогда не сможем отстроить свой мир заново вас правда так печалит нынешний облик или вы горюете о человеке который пошел на сканирование сто лет назад и то и то наверное там в торонто даже в худшем случае я мог предсказать что будет плюс никто не лишал меня прошлого а тут как с корнем вырвали я ничего здесь не узнаю нет никаких воспоминаний даже если мы дойдем до ковчега что от этого изменится я так и останусь один ни друзей ни семьи вы можете завести новых друзей всем интересно будет узнать путешественника во времени а если нет у вас есть если что у вас есть я видимо она хотел сказать что случилось ну перебой связи перебой связи оно очень сильное костюм прямо на предель не волнуйтесь он должен выдержать успокоили он выдержит а когда у вас питания нет время останавливается время скажем так становится неотвратно а в чем разница я не чувствую будто меня что-то замедлеет и размышлять о пропущенном времени тоже не могу времени просто нет как будто спишь но не видишь снов да но обычно ты знаешь где уснешь и просыпаешься как правило там же есть определенная непрерывность восприятия а то что у меня это скорее какой то момент бесконечно стремящийся к завершению по описанию как кино на живое монтирует видимо да звучит наверное интересно но на самом деле это очень утомляет и тяжело могло быть и хуже я могла застрять во времени в теле из черной жижи да куда уж хуже мы практически спустились что-то нам вообще как-то хреновато у нас вообще все что-то по глазам то разъедается разъезжается что это блять что ты такой ты где иди нахер отсюда я все ты смог ты смог я все приготовлю то есть и и нам наоборот помогает в этом плане то есть ты смог ты смог я все приготовлю Девушки отдыхают 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 идем дальше спустилась экспедиция 1 видимо пытались дозвониться на кого-то так тревога активность в разломе сильное течение ожидается активность разломе великолепно успокойся просто следуй пути если умру скажи джуле и дать что него вышла из-под контроля и она будет прийти к сарангу он знает что делать просто ты сам все скажешь надо только ускориться хорошо глаз мы потеряли путь надо вернуться я знаю путь пошли короче чуваки бегали короче бегали бегали игоря бегали пытались перейти и их тотас опасность держитесь огней подожди синие огни к тау а мужик то уйдем красный огни к подъемнику синие огни значит по синим а красные игра игра света нам надо синие держаться короче ладно пойдем по синим огням ох ебать тебя нахуй ты что такое начались сильнее сильные волнения до никого нет нет никого что заебись сломал ручку молодец подпись хренопись подожди нахуй день и результаты это неинтересно статистика и щеки так Хорошо, это круто, а ни хрена не вижу, ребят. Но надо, как я понимаю, туда на одни, что ли, идти? Да, синий туда, красный на подручек. Нам надо на синий держаться. Охренеть там течение, а разве на такой глубине 4000 метров, то есть 4 километра, разве может быть этот? Может быть течение такое большое? Потому что какие массы, там какое давление тогда, если это течение такое гигантское? Зайдем на всякий случай. А где это, падла? Ладно, бежим. Сейчас пучу ухо. Так как ты помнишь, да, мы играем с тобой на легком уровне сложности, по сути. Ну, я чисто взял его, чтобы пройти кампанию. Ебать, это кто, блядь? Да, они за мной плыли. Я же взял только, чтобы пройти кампанию. Вот. Здесь должна нас рыба, насколько я понял, вот это гигантское атаковать. Так я ради сюжета только как бы прохожу. Ее, видимо, здесь нету. Ее убрали. Ну, здесь легко от нее бежать просто, от укрытия к укрытию. Достаточно энергии, хорошо. Здесь хоть турбинник не сломаем. Ну-ка. Давай послушаем. Тау, меня слышно? Есть там кто-нибудь? Говорит Тау. Кто это? Говорит Йен Петерсен с Тетты. Со мной команда, мы где-то в полукилометре от Тау. Стойте, как-как вы? Вы на подъемнике? Слушайте, нам очень нелегко пришлось с этим сектором. Из-за сильной турбулентности трудно идти вперед. И рыбы у вас абсолютно дикие. Шторм приходит и уходит. Судя по приборам, погода сейчас относительно тихая. Выдвигайтесь как можно скорее. Держитесь рядом с лампами, тогда рыбы вас не тронут. Ну все, вы слышали. Выдвигаемся. Тау, не запирайте двери. Мы идем. Так, все, нет. Так, как нам, что там, что, куда нам, как там это? Что-то мы там что-то включили, что-то я не понял. Еще не видно, кстати, фонарь. Что-то у меня горит, кто не горит. Управление. Ага, сейчас включить какие-то маячки непонятные. Тау. А, Натау, Натау моего. Мы его отправили на Тау, короче, вместе с нами. Чтобы он нам подсвечивал. Пойдем, пойдем, друг. Чтобы нас... Тихо, блядь. Чтобы нас здесь... Чтобы нас никто не трогал. Давай-давай-давай-давай. Представляешь бы, вот, без него здесь идти? Мы бы нахрен заблудились. О, чувак, привет. Ебать. И нас заделали. Молодец, красава. Так, теперь, по-моему, по этим, да, надо? Блядь, не помню, у меня фонарь горит. О, крабики. Ни хрена себе здесь крабиков. Здесь, надеюсь, большой мамки крабика не будет какой-нибудь мутировший. Я ничего толком рядом не вижу. Все размытое, все мутное. И, надеюсь, я сейчас не по кругу прошел. А действительно куда-то вышел. Ох, блядь. Да пошел ты нахуй. Пиздюк, блядь. Короче, надо убегать. Я бегу к нему, как на фонарик. Он меня атаковал. Я думаю, это фонарик, ребят. Короче, на такие фонарики больше не ходим. Вот так, кстати говоря, он на рыбу тоже приманивает. О, здорово. Чувак слева был. Если кто-то не понял. Блядь, я нихуя, ребят, не вижу. Бегу по приборам вообще. Чисто вот ориентируюсь вот на эти... Эти как он. Огоньки. Все, я больше ни на что не ориентируюсь. Я не знаю, правильно. Ну, наверное, правильно мы бежим. Так. О, набежали. Хорошо. Здесь, да, если с нормальным уровнем сложности играть, то тебя должны атаковать эти какого. Вот эта рубежка должна большая тебя атаковать. Так как я уже говорил, что у нас уровень сложности такой, чисто для сюжета, то нас здесь никто не атакует. Ну, это и хорошо. Я не знаю, я чисто ради сюжета захотел ее пройти. Она, знаете, без этих того, что у тебя там какие-то монстры атакуют, она и так здесь это. Жопа напрягается немножко. Как же приятно быть внутри. Мы идем ковчег? Обязательно. Обязательно мы найдем ковчег. Но нам НИУ сказал, что он здесь уже. Заебись. Шлюз набирает давление, что? У них даже здесь все, блядь, поросло, ребят. Сядем вот так. По-моему, здесь должен быть монстр. Нас, по-моему, должен убить. То есть, пока вот эта вот вся дверь открывается. Да. Ужесть. Вот он. Пришел. Да, блядь, открою дверь. Мы обманули его. Мы его объебали. Теперь он объебет нас. Так. А куда нам? Вопрос в том, что, а куда нам? Что там, блядь, здесь кричит? А куда нам? Подожди. Мы отсюда пришли. Слышь, какой момент? Иди отсюда нахуй. Меня напрягаешь, блядь. Водолаз. Сраный, блядь. Мамкин. Мамкин водолаз. Иди нахуй отсюда. А, вот. Пускай там дверь пока открывается. Он дверь-то умеет открывать, нет? Я не заметил шлюз еще один. Посидим, понюхаем. Укроп. Так, там открылась дверь? Нет. Она где-то справа, да? Давай его заманим. Мужчок, с ноготок, иди сюда. Ты, мужичок, с ноготок, заходи сюда, браток. Браток. Да, она вон справа. Ну, давай, давай, заходи. Так. Хорош. Пока. Пока. Ну, не то, что я его прям обманул, но... Ну, как-то так. Желатик. Все по пизде, ребят. Он не остановится? А может, знаете, что мне кажется? Искусственный интеллект создал какого-нибудь... себе подобное существо. Как бы у него мысли-то были хорошие, типа, спасти всех. Но... В итоге, искусственный интеллект создал такого... Очень плохого ИИ создал. Пора идти, я не спорю, чувак. Что это? Алексей! Алексей? Какой Алексей? Что же мы нахрен наделали? Эй, постарайтесь об этом не думать. Всю свою жизнь. Я был хорошим человеком. Мы все запороли, Сара. Тише, тише. Надо было лететь. Рискнуть. Еще есть время. Ивашкин говорит, можно снова попробовать, пока все уяжется. Что можно сделать, понимаете? Просто нужно. Понятненько. О, кстати говоря, это наша баба. Это она, по-моему, с ним говорила. Ох, ебать. Ебать, здесь же целые коконы, ребят. Все кого-то раком поставили. Блядь, страшно. Оно поглотит, говорит, все. Искусственный интеллект, видимо, создал что-то, что-то... Короче, создал что-то, что сам контролирует. Я не могу помочь. Нет. Успокоительные закончились. Был бы пистолет, пора было бы его достать. Ха. Не ожидал, что так все кончится. Надо было сесть на подъемник до омикрона. Без ковчега? Забудьте вы о ковчеге. Нет, не надо так говорить. Это единственное, что осталось ценного. Вы же знаете. Да, да. Не бросайте его. Когда-нибудь мы все умрем. Что тогда? Лучше хранить его до тех пор. Нельзя же, чтобы Нио его забрала и поглотила целиком. Простите, Кретрин. Все нормально, Йен. Забудьте. Просто забудьте. Так. Склад. Непонятно, что здесь. Так, ладно, пойдем мы. Здесь пусто. Так. Здесь пусто. Так. Пусто. Передача. Все отключено. Верные замки. Открываем. Росса, каюта Росса. Там какой-то надо определенный этот. Здесь что у нас? Пойдем зайдем. А не здесь ли ковчег-то как раз с Кретрин там? И Кретрин здесь это живая. Настоящая. Да, вот она. Вы... Вы другой. Или кто это? Вам чем-нибудь помочь? Вы человек? Сара Линдол. А нет. Технику полезной нагрузки к вашим услугам. Редкое зрелище, да? Пожалуй, что. Вы первый живой человек за все время. Внизу нас немного осталось. Большинство наверху на плата. В смысле, на омикроне? Да. На омикроне живых нет. Вы там были? Я везде был. Тес на Эпсилоне. Развалин на Лямбде. Заброшенная Дельта, Тета. Вы были на Тете? От Патаса-2 мало что осталось. И из живых вам попалась только я? Я что, последний живой человек? Человек на земле? Простите. Так кто вы? Саймон Джаретт. Работаете? Нигде. Я работал в книжном магазине в Торонто. Долгое объясняю. Так какого черта вы тут делаете? Я ищу ковчег. Зачем он вам? Как вы про него узнали? Слышал, это последняя надежда для людей. Еще как последняя. Так зачем он вам? Отнести к пушке на Фио. Запустить его в космос. Да, план такой и был. Я охраняю ковчег с тех пор, как мы его вернули на Тау. Так и не смогла его бросить. Честно говоря, у меня нет сил спорить. И уж точно нет времени ждать, когда сюда придет еще кто-нибудь с разумом. Он ваш. Собирайте. Спасибо. Я могу вам чем-то помочь? Что-нибудь сделать? Статус ковчег, кстати говоря, заметь. День 312, 10 часов там, да? То есть 312 дней уже типа... Наконец-то все закончилось. Люди, грубо говоря, там живут. Так, здесь надо как-то по-особому, я помню, спускать. Верить не могу. Я на свете. Сумасать. Ага. Над серию будет добивать. Я не знаю, сколько от серии, ребят, будет. Возможно, длиннюща будет. Так. Комната подготовки к погружению. Наверное, туда надо. Ну что, давай поможем ей, что ли? Ну, ради бога. Мне тут скрывать нечего. Искаженная. Это Кэтрин. 27-68. Нам помогли открыть. Лазаре там, да? Ну что, давай ей поможем. Вы можете побыть со мной? Уже недолго осталось. Ну а что, она все как будет? Пожалуйста. И видишь, к ней потихонечку, видишь, щупальца вот эта вот, видишь, подползает. Что за безумная штука? Видишь? Видишь, она подползает потихонечку, то есть уже к ней ползет. Вот здесь, видишь, тоже щупальца. Мне не исполнится. Ура! Вот здесь щупальца, вот видишь, тоже щупальца ползут, вот. И здесь, то есть ее проботят. Жаль, что умираю не долго с друзьями. Это да. А вы были в Гренландии? Нет. Там очень красиво. И там холодно. По крайней мере, если из города выехать. В Наноке народу много, да. Там миллионов двенадцать живут. Это да. Место отличное. Точнее, было отличное. Пока комета не упала. Знаете что? Пусть лучше так. Мне нравился Батос. Нравятся мои коллеги, Йен, Ник, Джаспер, даже Кэтрин. Все считали ее странной из-за нелюдимости. Но она молодец. Сэймон, вы еще тут? Да, я тут. Я тут, Сара. Не дайте им умереть, хорошо? Отправьте их туда. К звездам. Черный ящик неактивен. Небось узнала, как его отключать. То есть мы ее мысли не можем, да, прочитать? Саранокни уже эти щупальца, как говорил, ползут. Может было лечь, полежать? А, посидеть. Все, пойдем вниз. Не знаю, там сильно ли там что-то на это повлияет. То, что сейчас дверь. Дверь сейчас откроем вон ту. Йохан Росс. Здесь некий Йохан Росс. Ага. А что, зачем я это открыл? Планшетка, да? Шаблон прекратил развиваться. НИУ смогло найти равновесие. Я убедил инженера Волчек отключить все внешние системы контроля, сделав НИУ нашим фактическим сторожем. Пока что оно превосходит все ожидания. С тех пор, как несколько дней назад, 12 января, упала комета, НИУ перешло в режим низкого энергопотребления. Оно не прекратило свою работу. Оно следит за климатом и жизнеобеспечением, но упрощает шаблон. Изменяет его протокол. НИУ начало разрастаться. Теперь это не только центральная камера. По всему Батасу-2 структурный гель прорывается через трубы и течет из стен. Я не знаю, зачем это нужно НИУ, но полагаю, что это делается намеренно. Сердце НИУ заняло такую большую часть центральной камеры, что больше нет никаких сомнений. Устройство реагирует на последние события. Его увеличение указывает не только на необычно развитое восприятие пространства, но и на восприятие себя в окружающем мире. НИУ распространяется по всем машинам, по всем формам жизни. Чтобы манипулировать ими, управлять, оно пытается помочь спасти своих создателей, как того требует протокол. Но до чего оно дойдет? В чем проведена черта между человеком и машиной? Ходячие трубы еще люди, а группа машин, считающих себя людьми. В общем, у НИУ-то у него запрограммировано то, что он должен защищать нас, защищать людей. Вот. И он что-то мутировать начал, хрен пойми, с чем связано. В общем, и он вроде как должен защищать, но при этом он как бы дает сбой. Вот он вроде как бы защищает, но как бы дает сбой. Непонятно. И вроде бы он как бы за это и против этого. Не поймешь его, короче. Не поймешь, это, конечно, не им. Так, мы взяли, да, мы поехали. Ох, серия будет длинная, ребят. Ебануться. Этот ковчег у нас в руках уже. Ошибка. Так, закрываем. Давай прикрепляем. Поехали. Разниха давлений. Разниха давлений. Не разница. Короче. У нас сломался. Мы сами еще все отремонтируем. Ага. Вот так вот ремонтируем и все. Не затопляй. То есть здесь должно давление подняться. В общем, вода должна подняться. А мы должны утонуть. Так, в принципе, все, мы побежали, да? Можем бежать. Так, конечно, классно, здорово. А, нам, подожди. А, нам мусор надо. Все нормально. Нам, короче говоря, туда надо бежать вперед в него. Он сам доедет. Нам, в принципе, оберегать не надо этот ковчег. А по сути-то, ковчег, да, это хрупкая вещь. А по сути-то ковчег, да? Мы уже близко, говорит, быстрее. Может, он нас на самом деле обманывает, и он мне не помогает. Он, может, пытается с помощью нас якобы нами проманипулировать, чтобы мы ему ковчег принесли в руки. Но на самом деле он делает вид, что... На самом деле он делает вид, что якобы он нам помогает. Убейте какая-то полумыльная графа какую-то полумыльную. Да я уж вижу, что здесь все пошло наперекосяк. Мышей станции, блядь, альфа. Мы, по-моему, к центру идем, да? Мы куда-то... Давай-давай-давай. Знаете, что неудобно? То, что они, блядь, вверх открываются. Это мышки надо открывать. Очень неудобно. То есть мышкой надо цеплять и вверх. Куда здесь бежать-то, господи? Куда мы, блядь, тут не то, что пошли. Да, уже скоро. Во всех кинотеатрах. Скажи, что тебе надо. А кто ты-то, блядь? Что? Как? Как? О чем ты говоришь? Как только я пришел маме крово, я пытался сказать, что вы сделаете это в силу, которому высушен луи. Но они не поняли. Они не стягивили за ящик. Это было только раздражающее. Она могла отвести его на пальце к источнику всех наших людей. А потом девушка. Она догадалась. Она хотела обо всем позаботиться, но Нил вскрикнула. Они сильно галили. Но ты, что Нил, ты заблуденец, выщик от него. Так ты и говоришь, что токсин, который во мне, убьет и Нил? Подожди, убьет Нил. А ты-то кто, блядь? Ты, говорит, он говорит, когда я пришел на Амикрон. То есть это кто-то из этих, из докторов? Это еще что? Сердце. Оно контролирует весь структурный гель на БАТ-СИ-2. Тебе надо лишь отправить отпечаток. И сердце, само того не желая распространить, я БАТ-СИ-2, убьет его. Че-то мне кажется, нас наебывают. Мне кажется, нас наебывают, ребят. Вам так не кажется? Ну, типа, он нас сюда заманил, типа, мы сейчас засунем, и он... Мне кажется, он нас наебывает. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Пошел нахуй. В смысле? Подожди. Что ты должен сделать это, Саймон? Это важнее нас обоих. Мне кажется, ты меня наебываешь. Ну вот и все. Ну давай сделаем, пусть. Блядь. Доверяю я тут всем подряд. Это, блядь, дырусую. Мне кажется, это жопа, ребят. Мне кажется, это обман. Я откуда верчивый. Ебать, у нас руки нет. Дай мне что-то хуеватенько, видимо. Можно уйти-то? Да, мы с игруха-то. Что-то я не помню, ребят. То ли меня наебали. Вы знаете, попахивает, конечно, наебательство. Типа засунь, засунь ручку там и так далее. Все будет, типа, хорошо. А, не, помнишь, я про ребешку говорил, которая должна атаковать? Вот здесь она должна нас атаковать. Пошло нахуй. Что-то я не помню. Что я сделал, короче говоря. Возможно, это как через Нил пробивался какой-то профессор и нас вел. Ну ладно, я отдал руку, как он хотел. Точнее, часть себя. А вот, если говоря, вот пушка, вот она. Это пушка, это этот вон стоит. Мы уже пришли. Это финал. Мне кажется, что зря я это сделал. Давай, Саймон. Ой, даже не знаю. Не знаю, у меня сомнения, ребят. То ли это как бы нормально, то ли нет. То ли тут две концовки, то ли как бы одна. Ждем. Это же станция ФИЭД, да? Угу. Надеюсь, что ковчег уцелел. Давай. Боже мой, что у вас с рукой? Сложно объяснить. Вы мне только одно скажите. В ковчеге у меня будут обе руки, да? Да, конечно. Вы как, в норме? Вы сможете работать? Да. Давайте уже заканчивать. Вы нашли ковчег? Нашел, но по дороге потерялся, когда ехал на вагонетке на ФИЭД, так что он должен быть где-то рядом. Отлично. Идем к нему. Да, идем. Стартовый купол. Закрыт. ФИ работает. ФИ работает. ФИ работает хорошо. Ага, груз там. Нам туда надо пройти туда. Я понял. Спутник загружается в снаряд. Да-да-да. Да-да-да. Вижу, где. А там что за крестик? Вы узнали, что случилось с командой ковчега? Не совсем. Она почему-то не закончила запуск. И ковчег забрали на ТАО. Надеюсь, космическая пушка и все хорошо. Да. Я ее починить и вряд ли сумею. Да, тем более с одной к этой. Кулькойка-то этой. Долго мы лезем. Так. Прямо самый долгий день в моей жизни. Неужели прошел всего день? Я не знаю. Для меня наш с вами поход просто мешанина событий. Ну а сколько времени? Какой день? 11 мая 2104 года. 3.30 утра. Но я не помню, когда мы начали. Так, подожди, к нам туда попасть. Не знаю, как это сработает. Нет. Знаете, я сегодня проснулся в своей постели. Так, я не помню. Ведь это было сто лет назад. Звучит странно. Так и есть. Я проснулся в своей постели сто лет назад. Кто я? Кто я? Кто ты? Кто ты? Тот, кто есть, тот и ты. Питание там не было. Знаете, где я оказался? Мало того, что в будущем, так еще и посреди океана. Я ничего не знаю об этом времени и о том, как выглядит мир. Ну, вы немного потеряли. До кометы-то все нормально было. Гарри, вы уже не перехваливаете. А то вдруг ковчег идти передумаю. Все-таки не расскажете, что у вас с рукой? Мне пришлось остановиться на Альфе и помочь убить нее. Что? Как? Зачем? Чтобы он не мучил память человечества. Ладно, давайте продолжим уже. Так, а куда нам? А что вы сделаете, когда попадете в ковчег? Сразу же. Проверю безопасность ковчега, стабилизирую траекторию, активирую солнечные панели. Что вы будете делать, как человек? А? На облака смотреть? Это считается? Думаю, да. Кажется, я нашел камеру сборки. Что видно? Там большая открытая гильза, готовая к загрузке. Отлично. Все готово для ковчега. Это, кстати говоря... Начал. Это Кэтрин. Это ее тело. Вы предлагаете оставить его здесь? Но ведь тогда вся затея теряет смысл. Вечность среди звезд. Помните? Люди в ковчеге не заметят разницы. Мы можем просто оставить его тут, и тогда не придется рисковать, запуская ковчег через сломанный 5-километровый ствол и 100 километров пыльной атмосферы. А оболочка выдержит давление? Ну, шансы не очень большие. Кэтрин, скажите что-нибудь. Мне все равно, что вы думаете. Я запускаю. Ну вот зачем вы так? Давайте подождем, пока и подумаем. Всегда успеем запустить. Нет! Мы так не договаривались. Ковчег сделан, чтобы их спасти. Чтобы запустить его. Там есть надежда. А здесь только чертов террариум, в котором мы все и подохнем. Бросьте, Кэтрин. Я что, много прошу? Давайте просто подумаем, прежде чем рисковать единственной надеждой человечества на спасение. Нет! Запускаем сегодня. Это мой проект. Мой ковчег. Уже не только ваш. Вы не понимаете? Это не вам решать. Мы говорим о судьбе человечества. Отойдите от ковчега. Я его забираю. Ну уж нет. Я не дам вам все испортить. Хватит. Люди, успокойтесь. Отойдите от меня. Нет. Да вы что, охренели? Это случайно. Кэтрин, поговорите со мной. Кэтрин... Это случайно. Он просто случайно взял. Кэтрин. Вы что-то сказали? Это вы. Несчастный случай. Вы о чем? А... Вы... Кэтрин. Не волнуйтесь. Так даже лучше. То есть ее просто убили. Ну, как бы случайно, как бы, но... Как бы так. Как бы случайно, как бы... И не очень. Как она умерла? Мы очень рисковали с коллегами. Мы не хотели рисковать и запускать. Это все? Я не очень знакома с разного рода орудиями. А, вот. Все системы готовы. Начинаем. Вернитесь, мы пойдем к орудию. Сюда эта хрень полетит вверх, да? И вот эта хрень полетит, ребят. Да как они могли? Я знаю, что меня нелегко любить, но я думала, они мне верили. Перестаньте. Не надо так. Ну, он как бы не совсем специально. Ну, у всех здесь нервы сдали, как бы. То есть он не целью прям направлен. А что теперь? Теперь надо ставить снаряд в пушку, а потом... Бабах! Вы ничего не забудете? Как мы с вами попадем на ковчег, разве? Не нужно нас по сканерам. О, не успокойтесь. Космическая пушка Омега управляется не голой, а руками. Вот и выходит. Тут место пилота. Как на омикроне? Да, и мы можем с его помощью переместить вас на ковчег, управляя пушкой. Сразу двух зайцев. А сейчас возьмите умные инструменты, подключите его рядом с сиденьем, а я скажу, что делать. Окей. Пойдем. Сейчас будем запускать себя в космос, ребята. Затопление шлюза. Ждем. Хай Матсу. На этом дисплее сверху там написано Хай Матсу. А что, разве пушка-то под водой, что ли? А, ну да, в принципе, она же должна быть под водой. Вот эта пушка здоровая. Да, здоровая, да, дурочка такая? Из глубины. Откуда там? Вон там эта приехала. К такому не привыкнуть. Так вам уже время надо будет, когда все закончится. Точно. Садитесь. Сажусь. Удобно? Конечно, жду не дождусь. Так, сейчас я включу сиденье. Вы будете управлять машинами, загрузите снаряд в автобусе. Ой, давай. Как управлять этой штукой? Не знаю, я не пробовала. Но все знают, что это просто, так что проблемой быть не должно. Интересное устройство. Начинаем. Ладно, я готова, жду вас. Жмите кнопку, и мы отправляемся. Но нам надо перенести наш разум на Ковчаг. И еще надо, чтобы он обязательно запустился. Так что я вывела все на одну кнопку. Нажимайте ее, и мы полетим. Давай. Начинаем. Назад пути нет. Спасибо. Да, не стоит. Вы совершили невероятность. Знаете, что я вам очень признательна. Осталось 20 секунд. Чего так долго грузят? Подождите, не можно. Я думал, в будущем грузиться будет быстрее. Десять секунд. Девять. Восемь. Семь. Шесть. Вы издеваетесь? Пять. Четыре. Три. Слушай, грузись. Да. Сожги. Получилось. Получилось. Я еще тут. Я еще тут. Кэтрин. Кэтрин. Я здесь. Какого черта? Что пошло не так? Все нормально. Они там, среди звезд. А мы тут. Нет, мы же садились на ковчег. Я видел. Он закончил загружаться прямо перед стартом. Да, я видела. Так почему мы здесь? Саймон! Я вам сто раз уже говорила, как это работает, а вы не слушаете. Вы знаете, почему мы здесь. Нас не перенесли на ковчег, а скопировали. Игра с судьбой проиграна. Вами и мной. Как и Саймоном на Омикроне. Как и тем, кто умер в Торонто сто лет назад. Нет, нет, что вы несете. Мы такой путь проделали. Мы запустили ковчег. Понимаю, мало радости. Но зато наши копии там. Кэтрин и Саймон сейчас на ковчеге. Порадуйтесь за них. Вы спятили? Мы тут подохнем, а эти сволочи будут жить себе в космосе. Это не мы. Они не мы. Мне жаль, что вы так думаете, Саймон. А я горжусь тем, что мы сделали. Мы сохранили частичку истории человечества протяженностью в тысячи лет. Далее жить дальше. Нет, нет, нет. Жопу! Твою ж нахрен! Сука! Да пошла ты, Кэтрин. Ты врала. А я тебе верил. Я слушал тебя. Ты сказала, мы попадем на ковчег. Мы и есть на ковчеге, идиот. Я не врала. Я не могу отвечать за вашу тупость. Вы только вас бьете. Кэтрин? Прошу, не бросайте меня. Кэтрин? Кэтрин? Там написано то, что инфо-чип вот этот, на котором она была повреждена. Вот так вот, ребята. Вот так вот мы закончили игру. То есть он реально что-то у нас Саймон какой-то туповатенький. Он не понял то, что действительно скопировали. Это же копирование происходит. Он что, не понял? Когда еще там тоже были, копировали в новый костюм. Она же сказала, мы копируем. То есть не переносим, а именно копия. Тебя копируют. Ты-то остаешься здесь, а копия уходит туда. Вот. А он что-то какой-то... Ну, в общем... То есть копия-то у него улетела в космос, все хорошо. А он остался здесь. Да вообще, что это за жизнь, знаете, как бы? Непонятная, ребят. Да, как бы и там, и тут. Давайте посмотрим, что после субтитров. Вот. Это сработало? Да, сработало. Ну, там-то остался тот, а тут это копия и копия-копия. Короче говоря, мы переместились, ребят. Вот. Это вот то, что в космосе сейчас происходит. Ну и в пещерке где-то. Ковчег не заражен, считай, НИО. Тут все свое. Майнкрафт. Немножко. Да, немножко, видишь, такая недозагрузка, видимо. Не доделали, видимо. Текстурки. Да. Там немножко, видишь, синенькое не доделанное. Там тоже немножко синенькое не доделанное. А, нет, догрузилось. Прямо у нас на ходу загружается. В общем, такой мир чудесный, новый для него. Ой, да и девушка. Не хочу ваши опросы проходить. Да, вон вдали город. Ну, теперь мы здесь будем жить. Ни в чем не нуждаться. Возможно, мы тоже с тобой живем в каком-то таком мире, в Матрице. Я хрен знаю. Ну, Катерин. А вот город. Мы будем жить до тех пор, пока этот спутник будет жить. П-200Г-Л-42. А Земля, видишь, от попадания метеорита, ой, астероид, в ночь комета. Все по жопе. Все горит там, все пыхает, полыхает. Неужели там жить нельзя? Неужели лучше в космосе в таком виде жить? Не знаю даже, ребят, не знаю. Вот так вот они полетели бороздить просторы вселенной. Опять же, они будут жить до тех пор, пока живет спутник. Ну, сколько он там? Ну, 50 лет отработает. 100. И все. Ну, зато они, как бы, если отключится спутник, то они просто все, как бы, тоже отключатся. И все. То есть у них там, ой, не будет никакой катастрофы, типа, там, падение метеорита, там, землетрясение. У них просто все отключится. И все. Вот такая вот игра, ребят. Прикольно, классно, здоровская. Совету каждому поиграть. Игра очень классная. Увидимся с тобой уже в следующих играх. Каких-нибудь, возможно, тоже классных, здоровских. Что-нибудь подобие такого. Всем до встречи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok